Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English Наконец-то мы выбрались из студии, пришли в парк Надеюсь, что скоро откроются границы и мы сможем еще и путешествовать И вот на этот случай представьте, что вы находитесь за границей и вы заблудились Вокруг нет никого, кто говорит по-русски, а как-то нужно спросить дорогу Вот сегодня мы будем учиться это делать Как вы уже, наверное, догадались, мы снова ведем рубрику прогулщики Похожие видео можно посмотреть в плейлисте А еще ссылочка в описании будет на эти видео А мы начинаем Приезжая с чем спросить дорогу, нужно привлечь к себе внимание Эй ты, стоять бояться! Хорошо, но не пойдет Идеальный вариант это обратиться к человеку с Можно сказать Дальше здороваемся и спрашиваем у человека, можно ли его побеспокоить То есть мы говорим Можно извиниться за то, что вы человека тормознули Это такая мега-вежливая фраза Можно обозначить, что вы не отсюда, что вы заблудились После этого, когда уже всеми любезно с тебя обвинялись, поздоровались, все спросили Вот теперь начинаем уже спрашивать дорогу Самый такой элементарный базовый вопрос Как добраться до Чайна-тауна или Китай-город Еще, например, может быть, что у тебя в телефоне, допустим, адрес записан где-то на бумажке Или ты показываешь и говоришь И человек тебе объясняет Можно вообще всю эту историю упростить и просто спросить, где, да, казалось бы А Ларчик просто открывался Ты говоришь Еще можно сюда добавить, а где ближайший Вот задаешь вопрос, где ближайший, и там уже уточняешь, что ты ближайшее ищешь Например И поехали Автобусная остановка Станция метро Аптека Например, выход, да, откуда-то ищем Еще можно спросить, где я могу найти ближайший Где я могу найти ближайшую парковочную площадку Забываем русский язык Еще, кстати, можно не через where задать вопрос, а через what Ты человек спрашиваешь, какой будет самый быстрый путь, какой будет самый простой путь, самый лучший путь, куда-то дойти Дальше называешь, куда ты идешь Самый простой путь дойти куда-то И дальше называешь адрес Хочу обратить ваше внимание, что если ты просто задаешь вопрос, то мы, естественно, грамматика у нас как в вопросе, да, инверсия Если же ты к этому вопросу добавляешь фразочку Вот если появляется такая часть предложения в твоей фразе, то в вопросе уже у нас будет прямой порядок слов Сейчас объясню, что я имею в виду Например Глагол ушел в конец Мы не говорим Понимаете, вот это уже будет ошибка То есть глагол в конец, как просто в обычном предложении Глагол снова ушел в конец Или ты говоришь Я ищу обменник Вот это нужно просто запомнить Хотите свободно говорить по-английски и сломать языковой барьер? Теперь в Puzzle English есть уроки с менторами Никакой грамматики, только разговорная практика Уроки идут 25 минут Ментор составляет индивидуальную программу Отвечает на все ваши вопросы Исправляет ошибки И записаться на пробное занятие можно бесплатно по ссылке в описании профиля На сегодня у меня все С вами была Кэт Вы смотрели Puzzle English Субтитры сделал DimaTorzok